В том числе из того, что успела сделать в ГИС знаменательного, я основала школу бизнеса, московскую школу бизнеса. Сейчас она уже в онлайне. В 2017 году мы ее проводили, начинали оффлайн. Ну и, соответственно, все меняется. И сегодня вы знаете ее как МШБ. И бизнес у нас с супругом сейчас в 14 странах и более чем в 30 регионах. Это уже больше 1400 франшиз на самом деле. Вот кратко обо мне. И сегодня мы продолжаем говорить о простых базовых вещах, о столпах нашего бизнеса. И моя тема – это третий шаг в бизнесе. Собственно, встреча. Мы научились составлять списки, мы научились звонить. После того, как назначили встречу, ее, собственно, надо провести. И сегодня я хочу поделиться своим опытом, как я работаю, провожу сама встречи и что я транслирую в свою команду, как работаем с моей командой. И сразу вам хочу сказать, что я не научу подготовить скрипт, сделать эту структуру. Я сегодня давать не буду. Самая лучшая структура, она формируется из встреч, проведенных вами с наставником. То есть, по сути, можно уже заканчивать вебинар. То есть, назначай много встреч, проводи их как можно больше с разными партнерами, наставниками и дальше будет счастье. Но есть, конечно, что добавить. Кто наш партнер? Очень часто мы пытаемся фильтровать. И как раз, когда вы вели диалог о работе со списком, смотрим, кому идти, кому давать информацию. Да, по сути, всем. То есть, ну, для того, чтобы по категориям развить, у нас есть предприниматели B2B-сегмент. То есть, это наши, в том числе, потенциальные клиенты, да, те, кто работают непосредственно с конечным потребителем. У нас есть предприниматели B2B-сегменты. У них однозначно всегда найдется рынок для нашего продукта. И у нас есть такие, как я, да, это в прошлом или в действующем, в настоящем наемные работники, вот, люди, которые сейчас трудятся в каких-то компаниях. То есть, по сути, это любой из этих людей, это, естественно, наш потенциальный партнер. Ну, есть чуть-чуть категория безработных, но я думаю, что здесь и так понятно. Вот, соответственно, важно в любом случае, когда мы идем уже непосредственно на саму встречу, мы с вами подготовились в контексте того, что мы сделали звонок, договорились и так далее, что рекомендую делать до встречи. И, на самом деле, по сей день я всегда проигрываю примерно с кандидатом, понимая, с кем я буду общаться, о чем я буду говорить на встрече, какие инструменты я покажу, да, а может быть, с кем из партнеров я буду знакомить. То есть, что нам помогает в этом бизнесе, это видеокейсы, да, то есть, если вы будете вооружены своими, если нет своих там, своих кураторов, наставников, кейсами, либо с канала YouTube, у нас есть сайт, у нас есть демо-версия, которую можно, например, человеку, у которого нет бизнеса, демонстрировать и показывать, как работает панель изнутри. Наши приложения, видео о работе дежурного внедренца, да, это очень хороший закрывающий инструмент, ну, по крайней мере, я и моя структура этим пользуемся очень хорошо, потому что это обратная связь, это то, как работает этот отдел продаж в действии. Вот, соответственно, очень важно знать маркетинг, вот, хотя бы его понимать, да, даже если ты не можешь его рассказать, разберись сам. Вот, когда ты идешь навстречу, очень важно, чтобы ты понимал маркетинг. Маркетинг, вот, не сразу ты можешь его говорить. Ребята, скажите, пожалуйста, меня слышно? Потому что мне тут пишут, что не слышно. Ребята, привет, слышно, да? Все отлично, ага, 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 хорошо, все, спасибо. Значит, нужно перезапустить тему, кого со связью плохо. Окей, вот, про маркетинг. Очень важно, чтобы ты понимал маркетинг, то есть свои действия, себя понимал. Ты можешь его не знать, ты еще не можешь его качественно рассказать, не в этом суть, разберись сам. Вот, потому что там клондайк, там зачем ты строишь этот бизнес и что будет, если. Вот, соответственно, очень классно, когда у тебя в экипировке есть видео с мероприятий компании, да, на определенную категорию людей. И особенно, когда пандемия, когда мы не можем продемонстрировать действующий оффлайн, мы можем показывать, да, какие мероприятия. И вот сейчас работа, например, на день рождения компании, вот, можно показывать людям, приглашая их сюда. Итак, и обязательно составь план встречи. То есть ты должен понимать, что у тебя будет обязательно установление контакта, сколько времени это займет, какие вопросы ты задашь. Ну, вот это, например, из серии, ну, нужно узнать. Например, Ирин, привет, там, как у тебя дела, чем ты сейчас занимаешься, как вообще с семьей проводите, там, когда в отпуск ездили последний раз, или когда планируете, как часто ездите и так далее. И через такие вот вопросы можно выявить более человека. Например, я скажу, да, вот, блин, например, последний раз выходной был два месяца назад. Вот, семью вижу редко, хочется чаще. Вот, и ты понимаешь, что обратная связь тебе в работу сейчас, те болевые точки, которые человек может закрыть через наш проект. Вот, соответственно, обязательно важно обозначать, сформулировать для себя и понимать цель, и проговорить человеку, что будет происходить на встрече. То есть мы пришли поговорить о бизнесе, о возможностях сотрудничества, о том, как мы с тобой заработаем 50 тысяч долларов за неделю. Да, то есть суть, суть, да, в районе одной минуты, чтобы человек понимал, что мы сейчас не будем о космических кораблях разговаривать, что у нас есть конкретный с тобой предмет для встречи, и мы сейчас будем обсуждать очень крутые вещи. Как тебе идея зарабатывать там 50 тысяч долларов в неделю? Нормально? Я знаю путь, я знаю, как это делать, я разобрался. Вот, сейчас тебе все расскажу. Вот. Важно понимать, с чем мы работаем, да, то есть за встречи ты объясняешь. Каждый делает свою презентацию о продукте. Я делаю это там 10-15 минут максимум, вот. Кто-то делает это там 40 минут, но, тем не менее, ты тоже должен человеку показать, с чем мы работаем, то есть о чем мы работаем, да, и с кем работаем, да, что за бизнес у нас. И важно, чтобы ты понимал, что это будет понятно человеку. Вот. Поэтому не старайся усложнять, постарайся для себя в голове проиграть, как можно тезисно, просто, как ты с человеком построишь диалог. То есть это до встречи, потому что лучше, короче, импровизация, это подготовленная, ребят, импровизация. Вот. Поэтому обязательно старайтесь до встречи набросать себе план. И важно, важно обязательно, когда ты идешь, уже встречаться с кандидатами, не важно, будет это твой клиент, будет это твой партнер, да, понимать, как я вижу на этом зарабатывать. То есть я четко понимаю, что, например, там, я закрываю премьера, там, сколько мне надо справа, сколько мне надо слева, там, когда мне надо директора закрыть, там, и так далее. То есть, или сколько мне надо посетить мероприятий, как мы будем с тобой это делать. Вот. Почему выгодно делать это вместе, да. Потому что у меня есть такие сильные стороны, у тебя есть такие сильные стороны. Это будет круто, мы точно справимся, мы точно можем. Вот. Идея классная, мы с тобой друг друга будем усиливать. Почему вам выгодно? То есть человек тоже должен понимать, это нормально. Конечно, каждая сторона в диалоге должна четко понимать, зачем каждому из вас это надо. Но самое крутое, когда вы умеете привести к общему знаменателю, почему круто делать это именно вместе, и почему это с точки зрения монетизации будет нести вам выход. И еще раз повторю, важно знать маркетинг. Вот. Хотя бы на старте, на уровне понимаю маркетинг. Я разобрался. На остальные вопросы ответит ваш куратор. И во время встречи обязательно с хорошим настроем всегда. У тебя есть твой настрой, твоя позиция, твое видение. Вот это то, что ты несешь. Даже если ты сейчас не можешь сделать супер качественную презентацию продукта, если ты не можешь разложить маркетинг закрытыми глазами, вообще неважно, ты разобрался, ты четко знаешь, о чем ты говоришь, ты знаешь, куда ты идешь. Вот твоя позиция. Я партнер, я выбрал этот бизнес, я чего, Павла, не выбираю. Я фундаментален, я уверен в том, что происходит, я уверен в людях. Вот это то, что очень чувствуют люди в переговорах. И, конечно же, ваша личная цель в этом бизнесе тоже лишней не будет. Вот. Даже если она потом будет корректироваться, но важно понимать, куда я вообще в целом иду и вижу роль этого проекта в решении вот этой задачи. Это очень круто, помогает именно в переговорах. Это не надо озвучивать, это просто надо знать про себя. И люди всегда идут за теми, кто просто знает, чего хочет. Вот. Старайся максимально просто формулировать какие-то слова, предложения, идею. Потому что если человек в потенциале станет твоим партнером, он должен легко тебя повторить. Вот это важно. И старайся учиться задавать вопросы и слышать ответы. Вот это тоже мы про диалог, мы про партнерство. И когда ты человека приглашаешь в сотрудничество, не важно, будет это твой клиент потенциальный или будет твой партнер в моменте, партнерство, оно проявляется уже в том, что человека слышат. И для человека, который заходит в бизнес, это очень важное ощущение понимать, что я прихожу, мое мнение уважают, я могу думать не так, как мой партнер, но мы умеем друг друга слышать. Понимание цели беседы, да, еще раз сотрудничество по бизнесу и отношение к обратной связи кандидата, вопросы, либо возражения. Для меня это все обратная связь, потому что ты дал какую-то информацию человеку, и он тебе дает какую-то обратную связь. Ну, может быть, тебе кажется, это возражение, может быть, это вопрос и так далее. Но, тем не менее, с этим тебе работать. И если ты воспринимаешь это как обратную связь, потому что, ну, не всегда мы можем еще доступно донести, или не всегда нас люди слышат, если это у нас теплое окружение, и это нормально. Для этого и есть волшебная трешка. Вот. И что еще важно на встрече? Если мы, например, говорим о том, что предприниматель B2B, да, или сотрудник по найму, то есть это те люди, которым мы не предлагаем лицензию, а мы приходим разговаривать уже о сотрудничестве по бизнесу напрямую. Итак, соответственно, расскажи идею так, чтобы человек понял, почему ты в этом бизнесе. Покажи масштаб. Масштаб ты можешь показать через мероприятия, через видеоматериалы, через знакомство с твоими наставниками, либо не твоими наставниками. Я имею культуру работы с параллельными структурами, и всегда могу пригласить из разных веток партнеров для трехсторонних переговоров, для того, чтобы они поделились опытом, поделились своими результатами, своим видением. Продай куратора и следующую встречу на протяжении всей встречи. Ребята, вот это, наверное, одно из вот красным не зря выделено. Когда ты ведешь переговоры на партнерку, да, когда ты приглашаешь человека в партнерский бизнес, он должен понимать, что это партнерский командный бизнес, и что ты явно там не один. И очень круто работает, когда на протяжении всей встречи ты рассказываешь о том, что, например, так как уже я вижу, от новых партнеров есть вопросы, давайте вот я, Ирина, я пришла только в этот бизнес, как я провожу свою встречу? Я рассказываю о том, что меня в этот бизнес позвал мой хороший знакомый, там он топ-менеджер лизинговой компании, в которой мы там работали, у него есть очень крутые клиенты в Москве, вот, соответственно, у него высокая экспертность. Я еще ничего не знаю, я разобралась очень хорошо в этом продукте, я понимаю, что тема очень круто работает, но лично вот у меня еще нет там результатов, вот, я тебе буду показывать, почему я проголосовала за этот проект, почему я его выбрала, вот, буду показывать тебе свою команду, да, потому что вот это те люди, с которыми я строю этот бизнес, и если ты выбираешь этот бизнес, буду я и еще команда, с которыми тоже можно будет сотрудничать и друг друга усиливать, поэтому обязательно буду тебя знакомить, например, либо в конце встречи, либо завтра обязательно тебя познакомлю с Александром, вот. И старайся не нагружать информацией, а работать с вопросами, но это вот мой стиль, я взяла у одного из своих кураторов эту историю, то есть, когда я немного рассказываю о продукте, немного рассказываю о бизнесе тезисно, и дальше человек мне просто начинает задавать вопросы, в чем ему сейчас хочется разобраться, потому что есть люди-стратегии, да, которым не обязательно процессные моменты там, как, на какие кнопки в продукте нажать, им не надо, а есть люди, которым надо посмотреть, и они тебе уже начинают задать, а как в хорике работает UDS, какие результаты, а как предприниматели на это все реагируют и так далее. Все, и ты начинаешь уже давать ему информацию согласно тех вопросов, которые он задает. Чем мне еще нравится не перегружать людей, потому что избыток информации, он как раз и порождает возражение. То есть, когда на человека сыпется много информации, он ее усваивает хуже, и получается, что что-то понял, что-то недопонял, и вот начинается каламбур. А когда человек задает тебе вопросы, это значит, он спрашивает ровно то, что ему реально интересно, и то, о чем ему сейчас нужно рассказать. Вот, соответственно, это всегда максимально выигрышный вариант. Вот, и обязательно в соцсети, на встрече ты подписываешься, если, безусловно, вы друг на друга подписаны, подписываешь обязательно на каких-то своих наставников, на топ-лидеров компании. Это все касание. Потом с этими людьми очень комфортно вводить на трехсторонние переговоры. И на каждом моем слайде будет закрываем трешкой. Вот, все встречи. То есть, мой стиль работы, и то, что я транслирую в команду, максимальное количество трехсторонних встреч. Трешки знакомства, трешки закрывашки, вообще трешки, трешки, трешки. Я стараюсь даже на первом касании делать всегда трехсторонние какие-то встречи, просто познакомиться, показать, а вот у меня такие есть люди, вот такие, вот сейчас на связи. Это какой-то человек, давайте с ним познакомлю. Вот. Лариса задает мне вопрос, что новые партнеры еще не делают 50 тысяч в неделю, и еще не совсем разобрались путем достижения таких сумм. Да и вообще еще ничего не заработали, но уже зовут бизнес. Есть еще аргументы сказать кандидату, как в самом начале пути. Ларис, смотрите, мы все когда-то начинали. Когда я начинала, мой оператор тоже не заработал 50 тысяч долларов в неделю. Я не заработала ни цента. Вот. Я начинала. Первое, что определяет наш старт, и когда мы идем с вами на партнерку, это мы разобрались в продукте. Мы, я не говорю сейчас о том, что мы умеем делать черный пояс там по презентации продукта. Нет. Важно, что ты четко понимаешь, как это работает и как это устроено. Это первый момент. Второй момент. У тебя есть твое видение. Ты пришел сюда, и кто-то разобрался на уровне того, что Ваня Сорокин рассказал, как здесь прилетают 50 тысяч долларов в неделю. И мне уже понятно, что первое, они точно прилетают. Второе. Я еще не совсем, например, разбыла к путевым достижения таких сумм. Ну, это логично. Но, по крайней мере, ты можешь посчитать минимум 5, 6, 10 вариантов, как через бинар можно заработать такую сумму. Вот. И это важно сделать. Это как раз то, о чем я говорила в предыдущих слайдах. Сядь и разберись с маркетингом. Как заработать 50 тысяч долларов в неделю? Вот. Кстати, поставьте мне плюсик. Кто знает, как заработать 50 тысяч долларов в неделю? Вот. Это очень важный момент. Следующий. Я вообще ничего не заработала. Еще раз. Все с чего-то начинают. Да. И это нормально абсолютно. И очень часто партнеры задают эти вопросы. Это очень хороший, Лариса, вопрос. Вы сейчас задали. И это абсолютно нормально. Мы все с чего-то начинали. Но у нас есть команда, и у нас есть железобетонная уверенность, какие здесь бывают результаты. И куча-куча кейсов. Вот. И это нормально, когда мы зовем в бизнес. Потому что зарабатывать вместе с командой, да, заработать 50 тысяч долларов с командой в этом бизнесе намного легче, чем одному. Вот для этого мы и собираем команду, чтобы вместе сделать эти результаты. Поэтому это нормально. Так. Ага. Поделись любыми вопросами, выявление потребностей, закрывающей, заставляющей человека проснуться. А, Николай, хороший вопрос. Вопрос, например, я никогда не жму какие-то классические вопросы. Когда мы общаемся с человеком, у него всегда есть какие-то его боли. Например, я всегда задаю простые вопросы сейчас. Куда ты идешь? Какие у тебя планы? Когда ты планируешь, опять-таки, в отпуск? Сколько раз ты хочешь в отпуск? И на самом деле, еще знаете, что я заметила? Очень хорошо работает. Вот, Коль, наверное, из того, что у меня хорошо работает, я поделюсь из нас, спрашиваю, ну как, тебя, в принципе, это все устраивает? Вот. И это абсолютно прямой вопрос. Это не вопрос с подвохом. И если его задавать в правильном, нужном контексте, то человек тебе скажет, да нет, конечно, есть куда расти. Я говорю, ну а что бы ты хотел? Как бы ты видел свой рост? А у тебя есть проект, через который ты получишь это? А ты уже просчитал? Ну, если я с предпринимателями работаю, вот у меня там, я говорю, ты четко понимаешь, как ты в своем бизнесе там выйдешь, например, на 2 миллиона в месяц чистой прибыли? Ну, примерно. Ну, то есть, как правило, это гипотеза. Я у него спрашиваю, это гипотеза? Или ты четко знаешь, что это работает? Потому что, ну, вот у меня есть бизнесы, где я тестирую гипотезы, а есть бизнес, где я четко могу просчитать каждый степ-бай-степ, и знаю, что если я придерживаюсь с составленного плана, я четко получу там эту сумму. Вот. Это очень хорошо закрывает, особенно, ну, предпринимателей, и с людьми по найму я то же самое проговариваю, сравнивая именно возможность просчета своего плана действий. И я всегда говорю, первое, давай просчитаем твою цель, какая у тебя сейчас ближайшая финансовая цель, там, сколько в месяц надо, у всех по-разному, кому-то 500 надо тысяч, кому-то 3 миллиона. Вот. Это все можно сесть, открываешь маркетинг, просчитываешь через бинар с человеком, и ты показываешь, делаешь вот это, вот это, все работает. И здесь, когда, в чем щелчок происходит, когда ты человеком просчитал конкретно его финансовую цель, показал ему конкретные шаги, он начинает понимать, что это возможно. Это тоже очень хорошо закрывает. Ну, то есть, первое, я задаю прямой вопрос на тему, там, тебя сейчас все устраивает вообще, ты бы хотел там больше, больше, там, с семьей время проводить, или больше денег, там, или еще какие-то бизнесы открыть, и так далее. И второй момент, это всегда на каждой встрече, на трехсторонней, и так далее, я закрываю через личную финансовую цель, и через расчет этой цели. Вот. Следующий. Давайте ускоряться, не хочу вас сегодня долго задерживать. Если мы говорим про встречу с предпринимателем, когда мы назначили встречу, например, на продажу лицензии, да, то для меня, у меня на самом деле нет вообще разницы. Любой человек, с которым я встречаюсь, мой предмет разговора, это взаимное сотрудничество, это партнерство, моя цель. Как я зайду к тебе? Через агентскую историю, через лицензию, это уже дело техники. Соответственно, если мы пришли с человеком разговаривать разговаривать о продаже продукта, всегда держим в уме, что это все равно так или иначе наш потенциальный партнер. Вот. Соответственно, даже если тебе кажется, что ему это супер не надо, вот, и он не про это и не про то, в любом случае жизнь может развернуться так, что завтра он может стать одним из своих самых сильных партнеров. У нас есть кейс, например, с Халине классно, Ольга Ежова. Вот. Она была линейным предпринимателем, пандемия поменяла все ее приоритеты с точки зрения бизнеса. Итак, клиент получил информацию о продукте, да, ты рассказал идею, там, первичную информацию, может быть, кейсы и так далее. Вот. Продал экспертность внедренцам. То есть, чтобы вы понимали, я и моя команда, мы работаем через, по лицензиям, через команду проекта дежурной внедренности. Это очень удобно. То есть, я, например, рассказываю тезисно о продукте, и уже человек приходит из внедрения по отраслям, показывает конкретные кейсы. Это очень удобно. Я не люблю, например, в хорике работать. Это не моя история. Я там не сильна, и даже не стесняюсь, и не хочу быть там экспертом. Вот. У меня есть, например, в команде, там, Равиль Хосянов, и я приглашаю его на закрытие ресторанов на переговорах. Вот. Провели трешку с внедренцем, отправили человека на презентацию, на бизнес-форум, есть кейсариумы, да, на какое-то мероприятие вполне возможно. Сформировали договоренности о покупке. Именно лицензия. То есть, мы там не перескакиваем. Ну, и время рассказать о франшизе, да. И желательно это делать через трехстороннюю встречу уже с твоим непосредственно наставником. То есть, это один из вариантов, как можно. Можно через две недели, ты продал, например, лицензию, внедрили, через две недели делаете срез, там первые результаты, и человеку можно сказать, да, вот смотри, как на этом еще можно зарабатывать. Хорошие, позитивные эмоции. В чем выгода предпринимателя, да, то есть, надо понимать, когда я иду к предпринимателю, почему я понимаю, что ему выгодно взять и не просто лицензию, а взять партнерский пакет. То есть, это однозначно возможность доп. дохода, это возможность сделать кросс-маркетинг, и как раз он уже видел внедренцев в действии и понимает, что легко будет продать своим знакомым по своим контактам через партнеров-внедренцев лицензии в том числе. И еще один классный крючок, которым я пользую, да простят меня внедренцы, это экономия на внедрении. Ну, например, человек зашел на лицензию по 900, ему надо там доплатить условно 200 долларов, он может стать партнером, попадает в чаты, попадает на все обучения и так далее, и он уже варится в инфополе, есть UDS Club, он туда тоже может попасть и уже сам задавать вопросы и по сути сам может внедрять, да, и не тратить деньги на консалтинг, как вариант, и такие люди находятся, самое что интересное, которые хотят сэкономить на всей этой истории, вот, а мы их можем рекрутировать, вот, но самое главное, чтобы люди понимали ценность продукта и ценность, возможность того, как с ней работать. вот, вот, ну и обязательно, ребята, закрываем трешками, обязательно, всегда закрываем все наши сделки, какой бы ты молодец не был, какой бы ты, может быть, авторитетный не был для своих знакомых, и так далее, всегда закрывай все сделки трехсторонними переговорами, вот. Итак, результаты встречи, это всегда равно договоренности, то есть мы не договариваемся о том, что созвонимся, давай все там провели, да, все нормально, все прикольно, ну, дальше будем разбираться, созвонимся. Договоренность это, когда ты говоришь конкретная дата, время, место регистрации, то есть, например, на покупку франшизы или покупку лицензии, то есть все там, все к тебе, как удобно, наличка через расчетный счет, через карту и так далее, вот, дата, время, место следующей встречи, то есть, если вы не договорились о покупке, о сделке, то тогда вы договариваетесь о том, где вы встречаетесь, в зуме, в кафе, в офисе, на форуме и так далее, желательно продать билет на мероприятие, на ближайшее мероприятие, вот то, что я делала, вчера перед сном я продала два билета на день рождения компании, вот, в Москву 7 августа, у нас будет вообще шикарнейшее событие, просто наполненное отличным контентом, энергией, эстетикой, хорошим визуалом, хорошим настроением, это день рождения компании, это будет в Москве, на концертной площадке МИР, ребят, просто, мне кажется, туда можно идти, даже просто, чтобы провести время в отличной компании, вот, соответственно, моя рекомендация, продавать билет на ближайшее мероприятие, либо, если у вас сейчас в регионе проходят какие-то форумы, или в зоне присутствия кандидата, то отправлять, конечно, туда, вот, есть еще онлайн активность, это типа, там у нас кейсариумы, да, и форумы кейсов, то есть туда тоже можно людей отправлять, очень хорошо дозакрывает, да, вот 24-го, один из хороших инструментов закрытия сделки, это сейчас школа бизнеса, 24-го, 25-го июля, на любом пакете партнер туда может попасть, и доразобраться во внутренних процессах, в системе работы, и так далее, если человек не купил у вас билет на мероприятие, если он разобрался, и вот сейчас там не готов дальше вникать, или на данном этапе у него другие приоритеты, и вот, ну, нет, и все, вот сейчас нет, то обязательно тогда просто возьмите с него рекомендации, вы потратили свое время, вы пообщались, вы сделали исходящий, и вполне возможно, что через полгода, через год, или даже через три, человек к вам вернется, и в моей парадигме вообще нет слова нет, есть позже, потому что у меня каждые полгода всегда волна тех, кто меня догоняет из стартовой пирамиды, периода, вот, последние, последние вот были две регистрации в мае, это люди, которым я почти четыре года назад давала информацию, вот, и они пришли, вот, поэтому собирайте рекомендации, таким образом вы расширяете свой список, и таким образом вы закручиваете дальше свою воронку, не надо этого стесняться, это результат, в любом случае вы всегда должны получать результат своих действий, вот, рекомендации, это тоже результат, и иногда бизнес очень круто стартует именно с рекомендацией у многих, вот, например, у Александра Лукьянова, под брендом которого я сейчас выступаю, у него первые несколько сделок его клиентских, это были рекомендации в Москве, вот так, многие знают, что произошло дальше, итак, важно, еще один момент, на который бы я хотела обратить ваше внимание, я сейчас рассказываю о себе, то я ничего не предаю, не продаю, я приглашаю сотрудничать, то есть, когда я назначаю встречу, моя цель это обсудить возможности сотрудничества, для меня партнерство это абсолютно любая модель, то есть, человек может быть стать моим клиентом, это тоже партнерская модель, мы тоже будем сотрудничать, человек может стать моим партнером в этом бизнесе, человек может стать моим агентом, и это мне очень помогает при назначении встреч и при проведении переговоров, то есть, есть всегда ощущение выбора у кандидата, то есть, я не говорю тебе, что сейчас будем вот так или иначе, я тебя пригласила, у меня есть видение того, что мы можем посотрудничать, ты можешь стать моим клиентом, можешь стать моим агентом, можешь стать моим партнером, Нам сейчас задача, чтобы ты хорошо разобрался в материале и принял для себя решение, кем мы друг другу на данном этапе будем. Вот. Еще один очень важный момент, на котором я еще раз хочу сконцентрировать ваше внимание. Обязательно на старте, вот Лариса задавала вопрос, проводите встречи со своими наставниками, либо с партнерами, имеющими уже опыт в этом бизнесе. Берите у них фишки, берите инструменты. То есть такие обучения, это все очень хорошо, это полезно, это тоже практические инструменты. Самое классное происходит именно в полях, именно в бою, когда вы сидите, человек задает живые вопросы, получает живые ответы, получает живые фишки. Вот как Николай мне вопрос задал. И это очень важно. И вы будете видеть, как этот человек в моменте все эти вещи отрабатывает. Вы будете это брать для себя, что-то брать, что-то не брать. И тогда вы сформируете свою гармоничную встречу, которая будет вам откликаться и откликаться, соответственно, тем людям, с которыми вы будете дальше вести диалог. То есть на самом-то деле секрет любого успеха сейчас – это просто начинать проводить эти встречи и проводить их с разными партнерами, эксплуатировать наш опыт, накопленный опыт и сформировать свою модель, свою структуру. То есть моя всегда железобетонная позиция. Я никогда партнерам не говорю там степ-бай-степ, делай так, делай сяк. Я всегда разбираю конкретные встречи, и мы разбираем, как можно парировать, что можно говорить, а что можно допродать, а на кого можно вывести. Кто закроет этот вопрос, кто закроет этот вопрос. Мне кажется, наш бизнес – это бизнес коммуникации. Я в этом почему-то глубоко убеждена. Вот. Ну, наверное, потому что, когда я стартовала, у меня за два месяца собралась команда 51 аккаунт, и это, по сути, преимущественно за счет того, что я работала в команде с наставниками. Вот. Я пользовалась всеми вообще возможными инструментами, потому что не было результата еще на старте, было понимание, что это круто, но не было еще говорилки, да, отработанной, и это нормально. Соответственно, потом я от каждого из своих наставников что-то взяла, и у каждого из них есть свой почерк. Вот. И мы с вами становимся собирательным образом. Ну, и самое сладкое – это топ ошибок, которые мы часто делаем на старте в переговорах. Ну, это вот ты вызвал кандидата и вывалил вообще всю информацию, которую успел. Эти ошибки, ребят, я говорю про себя. То, что я делала на старте, то, что я замечаю иногда в команде – это нормально, но на самом деле кажется, что человек сейчас должен вообще все понять. Вот я продукт вообще, вот все, ты увидел, влюбился в продукт, и ты хочешь вообще рассказать все, что ты знаешь о партнерах, о программе, о нашей UDS, о том, какие кейсы, какие предприниматели и так далее. Да человек утонет вообще в изобилии информации, он ничего не поймет, поэтому надо быть лаконичным. Огромная ошибка – это не продавать команду и кураторов. Это огромная ошибка. Как правило, такую ошибку совершаешь, когда у тебя есть твоя амбиция, и ты считаешь, что я могу сам. Вот. И если ты не уверен в чем-то, если тебе недостаточно информации о том, как продать, какой промо сделать на куратора, на своего наставника, все просто отправь ему голосовое и спроси его историю. Расскажи мне, пожалуйста, какие твои сильные стороны, почему ты принял решение прийти в этот бизнес. И еще один важный момент – куда ты идешь дальше, какие твои цели в этом бизнесе. Вот. Это то, что тебе сначала даст уверенность в твоем партнере, в наставнике, и дальше это то, что ты сможешь транслировать уже на встрече. Это нужно говорить. Этот бизнес, ребят, командный. Не формировать договоренности о следующих шагах. Это о том, что, ну ладно, созвонимся. Тема прикольная. Ну да, давай завтра созвонимся, там определимся и так далее. Или послезавтра созвонимся. Нет. Встречаемся 7 августа на концертной площадке МИР. Билет стоит 3000 рублей. Как тебе удобно мне сейчас наличкой отдать или на карту перевести? Там обязательно надо быть. Мы там с тобой получим ответ на все интересующиеся вопросы. Вот. И хорошо проведем время. Вот так вот формируем договоренности и идем дальше. Еще один очень важный момент, это когда говоришь о кураторе так скользко, между прочим, в конце встречи. То есть очень важно красной линией, когда ты ведешь переговоры, всегда опираться на то, что ты работаешь в команде. Это не говорит о том, что ты хуже или ты чего-то не знаешь, или ты не эксперт. Это говорит о том, что ты командный, что ты в команде и что ты строишь этот бизнес. Ты не обязан знать все. Ты просто знаешь, где найти ответы на все интересующие вопросы. Вот это самый сильный скилл, и люди это понимают. Вот. Соответственно, большая ошибка, когда провели встречу. Говорят, а, слушай, вот там меня еще как бы Ваня меня в проект позвал. Ну, он, в принципе, такой классный парень, у него там бизнес и тра-та-та. Вот, давайте я с ним познакомлю. Вот. Будет достаточно сложно назначить трешку. А когда ты делал, скользь рассказывал, в течение всей встречи, а вот мы там с Иваном ездили на тот событие, а он мне вот там помог, очень круто вот там было и так далее, то тогда ты уже начинаешь пробуждать интерес человека к персоне твоего наставника. Вот. Соответственно, важный момент обижаться, раздражаться, если не зашла идея к кандидату, это утопичная история. Люди имеют право не влюбиться в твой проект. Они имеют на это право. Они имеют право на свое мнение. Даже если тебе кажется, что оно ошибочное, это их мнение. Вот. Поэтому дай им возможность думать так, как они хотят. Вот. Подпиши на все социальные сети, приглашай на мероприятие. И время покажет. Вот. И возьми рекомендации. Ну, нет, сказал человек, ну, не нравится мне. Ну, окей. Давай подумаем. Кому из ребят я могу сходить подать? Тебе, да. Сделаю сделку, тебе агентский, всем приятно. И одна из самых-самых важных ошибок – это не назначать и не проводить встречи. А вот я сейчас научусь, я сделаю результат, и потом я пойду рассказывать о том, что есть возможности партнерства и так далее. Нет, я знаю, что я хочу, я знаю свои цели, я знаю, что здесь есть деньги, я знаю, как здесь зарабатывать, я знаю, какая здесь крутая команда. И мне нужна моя команда, потому что со своей командой я намного быстрее приду к своим целям, мы вместе заработаем. Я хочу, чтобы мои друзья ездили точно так же со мной в Москву на день рождения компании, в Калининград на лидерскую поездку, потому что вместе веселее, вместе круче. Я хочу свое окружение, я хочу свое окружение из своих успешных людей, и мы вместе это с ними сделаем. Бизнес команды, почему я тренер, почему я не чемпион. Вот так. Ну и, собственно, домашнее задание. Я предлагаю назначить встречу каждому из вас сегодня. Вот сейчас заканчиваем обучение, и почему бы не назначить встречу, а лучше 10 на неделю. Вот. И подумай, кого ты позовешь на эту встречу из своих наставников. Может быть, это будет встреча просто знакомства, может быть, это будет встреча, мастер-класс, который он тебе проведет под ключ. Вот. Подготовь материалы, которые ты будешь показывать кандидату. Это могут быть кейсы, это могут быть... Сейчас есть очень классный промо-ролик на день рождения компании. Вот. И, соответственно, реши, на какие мероприятия ты будешь дальше человека звать. Форум. И я предлагаю продолжать сейчас всех звать на день рождения компании, потому что это одно из масштабных событий. И после постпандемийное время или там время пандемийное, в общем, непонятно, что там сейчас происходит у нас. Но смысл в том, что мы сейчас имеем возможность проводить более-менее масштабные мероприятия. Уже не на 50 человек, а на тысячу. Давайте соберемся все вместе, давайте потремся спинками, пообщаемся, обменяемся своим опытом, информацией. Покажем тем людям, которые сейчас за нами наблюдают или которых мы хотим видеть в этом бизнесе масштаб, уровень проекта и все возможности. Вот. И мне кажется, это отличная идея. Итак, как вообще вам история сегодня назначить 10 встреч? Ира, какие агентские? Да, это же по-разному. По-разному. Так. Ага. Окей, ребят, спасибо. Спасибо. Давайте зафиналим тогда нашу сегодняшнюю встречу договоренностями. Скажите, напишите, пожалуйста, в чат, сколько встреч ты сегодня назначишь? Я сегодня назначу 5 встреч. Так, 10 встреч. Отличная идея. Отличная идея. А сколько встреч-то? Давайте договоримся. Сколько встреч я сегодня назначу? 3-5. Так. 10. 10. Отлично. 3. Самое главное честно. У меня простой вопрос сегодня. Я же не говорю на всю неделю. Одну. Окей. На сегодня 5. 5 встреч минимум. 8. Нестандартная цифра. Отлично. 3 встречи. Сегодня 2 встречи уже назначены. Назначены на завтра. Вот. 5 встреч. 2 встречи. Я сегодня назначу 3. Уже назначены 3. Так, сегодня можно еще назначить на завтра и на послезавтра. В понедельник вообще классное время. Ты успеваешь вписаться в графики других людей. Для меня всегда установочный день. Вот. Большое спасибо. Окей. Окей. Ребят, я не хочу вас больше задерживать. Я зафиксировала. У нас записываются обучения все наши договоренности. Предлагаю встретиться 7 августа на концертной площадке мир и сверить часы, как у нас с вами прошли встречи после обучения, сколько получилось назначить и сколько гостей нам получилось привезти в качестве партнеров и в качестве просто наблюдателей на наши события. Спасибо вам большое за вовлеченность, за вашу обратную связь. Вот. Отличное, мне кажется, начало недели. Вот. Я пошла назначать встречи и выбирать платье. Вот. Так что увидимся 7 августа. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok